Доброе утро! Это программа Медиаполе. С вами Юлия Якушева о самом актуальном и интересном информационной повестке за минувшую неделю. Власти Пермского края омерены организовать региональное отделение Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Сферу применения блокчейна они видят в различных проектах, касающихся госуправления. Местные бизнесмены используют эту технологию для майнинга криптовалюты. В регионе уже зарегистрировалось несколько обществ, специализирующихся на майнинге. По утверждению ряда участников рынка, для этих целей в городах Прикамье активно выкупаются электростанции. Услуги майнинг-отеля предлагает и технопарк Перм, совладельцах которого структуры краевых властей. Предприниматели намерены получить разъяснение о законодательном регулировании этой сферы, пишет коммерсант Прикамье. Ранее здесь из-за перегрева элемента лампы в ночное время случилось возгорание. В региональном МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Такие же данные озвучил министр территориального развития Пермского края Андрей Ковтун в интервью телеканалу ВЕТА. Однако, по данным МЭШ, от огня пострадала вся учительская коридор. Судите сами. Происшествие в Пермской гимназии произошло на первом этаже 28 марта ночью. Благодаря тому, что в образовательном учреждении установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», сигнал поступил в пожарную часть напрямую. Поэтому пожарные прибыли в гимназию очень быстро. Вся соль пишет, что фестиваля «Роклайн» в этом году не будет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Шостина. По информации собеседников телеграм-канала, проблемы у фестиваля возникли на стадии переговоров с краевым минкультом, которому не нравится аудитория, привлекаемая роклайном. Впрочем, лица, близкие к руководству фестиваля, смотрят на ситуацию более оптимистично. Отмечают, что фестиваль, скорее всего, изменит формат и даже город, но все-таки состоится. Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы в театрах Перми, Уфы и Челябинска, сообщил ТАС, официальный представитель Центрального военного округа, полковник Ярослав Рощупкин. Всего по итогам осеннего призыва альтернативную службу выбрали 123 молодых человека, что составляет 0,2% от общего количества призывников округа. Основные специальности – почтальон, дворник, мойщик посуды, санитар и медбрат. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире.